Незгибаемый Время работы авторов с героем он лишь единожды дал полную волю эмоций, когда это было, знает Александр Панченко. Восемь глав, почти 50 часов бесед с Мустафой Джемилевым. История книги началась с неопубликованного интервью. Прочитав его, издатель предложила журналисту Сергею Мусаевой написать целую книгу о лидере крымско-татарского народа. Авторы общались с героем в разных местах и городах, на кухне в киевской квартире, на важных мероприятиях и за их кулисами в Нью-Йорке, Стамбуле и Стокгольме. Ведь его график крайне насыщен. Советский диссидент, многолетний узник лагерей в наше время волей судьбы снова борется за права своего народа и, как всегда, называет вещи своими именами. Агрессор имеет очень мощную пропагандистскую машину, отупляющую, зомбирующую, агрессивную пропагандистскую машину. Я мало знаком с методами нацистской дебилевской пропаганды, но могу смело утверждать, что по степени агрессивности, лживости, беспардонности нынешняя российская пропаганда намного превосходит пропаганду советского тоталитарного режима. Книга не автобиография в чистом виде. Первая беседа с авторами состоялась через месяц после аннексии полуострова. Тогда Джамильев не верил, что оккупанты запретят ему въезд в родной Крым, а Меджлиз, представительский орган коренного народа полуострова, признают экстремистской организацией. Но даже эти события не смогли психологически сломать героя. Мустафа, несмотря на все эти испытания, он всегда нам преподносил урок мужества. Его сын сидит в тюрьме, но при этом он шутит. Он говорит, что все будет хорошо, что Крым будет деоккупирован. И вот этот оптимизм тоже в книге проявляется. «Я украинец» поначалу именно так хотели назвать книгу. Ведь Джамильев часто подчеркивал, что несмотря на этническое происхождение, он считает себя, как и всех крымских татар, частью большого украинского народа. Но в процессе работы над зданием появился окончательный вариант названия. Во время интервью все равно создаешь какой-то образ человека. Для Мустафы Джамильева именно слово «несгибаемый» было самым метким. Поэтому мы так и назвали книгу. Авторы отсмотрели более 15 тысяч архивных фото из разных периодов жизни героя. Остановились на 150 наиболее ярких. Большинство из них публикуется впервые. По сути дела, это первая книга, которая посвящена Мустафе Ага. Настолько полная, с таким большим фотоматериалом, с такой кропотливой работой. И поэтому, мне кажется, это большой шаг вперед, что мы все это сделали. Победа Джамалы на Евровидении – оптимистическая точка в издании. Впервые за все время Мустафа заплакал, рассказывают авторы. Триумф крымской татарки в тяжелое для ее народа время глубоко тронул несгибаемого человека. Это запечатлено в книге. Официальная презентация состоится на книжном арсенале в мае. Авторы верят, что, несмотря ни на что, будут читать ее и в Крыму. Александр Панченко, Петр Галко, ЮЭТИ.